Привет всем, друзья! Я сейчас нахожусь в Германии на так называемом автохофе. Это комплекс, состоящий из АЗС, заправки, парковки, ресторана, магазина. В общем, такой комплекс услуг для водителей, для путешественников на дороге. Я здесь запарковался, парковка бесплатная, ночь постоять на этой парковке стоит 20 евро. Ну, вернее, 14 часов, там почасовая оплата, 15 минут бесплатно, 2 часа там, не помню сколько. 14 часов 20 евро и дальше еще дороже, посмотрю, там сутки, двое суток. В общем, я заплатил 20 евро, из которых мне вернулось таким кэшбэком 12. На эти 12 евро, талон на 12 евро, я могу в ресторане этого автохофа позавтракать. Здесь есть вот такое вот меню, сейчас я вам покажу. Вот такое вот меню с разными ценами. Вот я за 10.95 вот это вот заказал такое. Тошечка, яичница. И это все мне обошлось, ну, вошло тоже в эту сумму. Сейчас жду, мне готовят этот завтрак. Такие вот здесь приколдосы есть. Такая бабуля, собираю все деньги. Такой интерьер зала. Это зона ресторана, а там вот находится магазин. Можно, естественно, улице, на свежем воздухе позавтракать. Вот такой здесь вот лаунж. Зона такая. Терраса. Нужно в среднем. Сейчас вам еще покажу. Здесь магазинчик есть. Мороженка продают, конфеты, чипсы, сладости, одежда даже есть. Ну, такой мини-маркет небольшой. Шоколадки, кехош. Опять какие-то сладости. Ну, короче, вот такой вот магазин с автотоварами, с сладостями, с какой-то там набором одежды. Вот даже сомбреро такие вот, шляпы есть. Видите, можете купить. Такой вот. Такая витрина для автомобилистов. Я вот присел за этими кустами. Здесь так уютненько, такой диванчик. Здесь буду ждать свой завтрак, который готовится. С яичницей, с картошкой, там, ну, все такое вообще. Классика жанра. Использую свой кэшбэк с 20 евро. Возврат. Ну, правда, не 20. С 20 евро заплатил, повторю. 12 или возвращаю. Вот такой придорожный сервис в Германии. Поможет с интересным. Смотрите, здесь тоже есть вот такая детская зона. Видите, такая игровая. Городок там, в середине стол. Стульчик для маленьких детей. Ну, в общем, вот такой интерьерчик. Все так красиво на столе стоят. Такая вот бочоночка с приборами. Ложки, вилки. Все дела. Ну, вот, друзья, запищал мой пейджер. У меня такой пейджер был небольшой, который пищит, когда готов завтрак. И вот там вот на стоечке. Вот здесь я забрал. Вот эту красоту. Смотрите. Ну, классно же. Картошечка, яисточка, бекончик. Блин, смотрите, песня. Класс. Доброе утро всем, друзья. Я сейчас нахожусь в Польше, в городе Вышку. Это небольшой городок, 50 километров от Варшавы. Здесь я по работе. И погода сегодня, честно говоря, кислая, никакая. Вот такой вот вид с окна. Я сейчас сижу, вы поняли, в Маке. Потому что погулять не получается из-за погоды. Я хотел пройтись по городку, поснимать, что-то посмотреть. И, ну, не позволяет погода. Поэтому сижу в Маке, монтирую вам видосик. Залипаю в интернете просто. Заказал себе с утра кофе. С сэндвичем. Уже позавтракал. И вот что-то мне захотелось еще пожевать. Дал вот такой вот заказ. Это салатик. Такой вот. Свежих овощей. На выбор там можно разные соусы. Либо оливковое масло. Ну, вот я взял оливковое масло. Вот такой бутылочкой его приносит. Интересно. Набор вилта. Нож. Ну, и картоха. Ничего мясного не хочу. Кофе еще, кстати, с утра не допил. Вот такой вот здесь зал самого ресторанчика. Хороший Мак. Спокойный. Людей немного. Здесь сегодня суббота. Но, возможно, из-за погоды. Народный сильно гуляет. Такие вот дела. Так что сижу в Маке. Если будет что-то интересное, как бы, ну, позволит погоду. Поснимают. Город довольно такой интересный. Тоже есть что посмотреть. Но когда позволит погода. Прикольный салат с оливковым маслом. Только берите соль к нему еще. Потому что он подается вообще не соленый. То есть просто зелень, овощи и как бы и все. Но масло вы берете. Масло либо соусы там разные отдельно. Я уже говорил. Но без соли как бы никого еще. Попросил. Сходил соли, подсолил. И вообще пушка. Так что, приятного аппетита. Всем привет всем, друзья. Я нахожусь на границе Австрии и Италии. Италия начинается буквально через пару километров. Вон в той стороне. Там, если видно, уже какой-то городок. Нужно даже наблюдать отсюда. Какая-то башенка какого-то костела видна. А это территория большого-большого паркинга. В основном для грузовиков. И там вот есть на этом паркинге ресторанчик. Называется кебаб там готовят. Называется он стоп трак. И находится этот паркинг. Его называют как бы в народе, среди водителей. Называется яма. Почему яма? Ну, потому что он находится в такой вот ложбине. Вокруг горы. Он окружен полностью горами. Как бы находится в такой вот яме. Здесь рядом протекает какая-то горная речка. Не знаю, будет там вода, не будет. Я смотрел фотографии в гугле. То как бы она такая полусухая. Но тем не менее. Сейчас на этом паркинге нахожусь по маршруту движения. Пришлось на него заехать. Как бы и здесь нужно простоять довольно долгое время. пока подтянутся рабочие вопросы. И нужно будет ехать дальше в Италию. Но пока здесь хочу пройтись. Как сюда посмотреть, что, где и как. И посмотрите какая красота вокруг. Какие горы обалденные. Это Австрия. В той стороне Австрия. В той стороне. Вот там вот Италия. Мы въезжаем в сторону итальянского сапожка. Ну, как на карте он в виде сапожка. Выглядит полуостров. На котором находится расположена Италия. И вот такая красота здесь вокруг. Вот этот ресторан, о котором я вам говорил. А, трек-стоп. Не стоп-трек, а трек-стоп. Ресторан. Кебаб. Ну, я там еще не ел, не знаю. Хочу зайти попробовать, что там готовят. Справа начинается от меня вот уже лес, который спускается вниз по склону. И там где-то внизу должна быть речка. Ну, здесь через кусты пробираться. Желания нет. Может, там есть какая-то дорога. Сейчас дойду до выхода. И как-то спущусь, может быть. Короче, не найду я, как нужно перейти и спуститься, где дорога к реке. Здесь все, видите, ограждено сеткой. И там сейчас вообще работают рабочие. Вот так вот вниз тоже протянули сетку. Все это ограждено. Видимо, территория частная. Ну, короче, все эти негативные моменты капитализма. Когда все в частной собственности почти и ограждается. Ну, вот эта сетка, она свеже натянутая. И сейчас здесь рабочие работают. Может, потому и невозможно пройти. Вот это новое ограждение сделано. А река находится там внизу. Поэтому пройти тут сейчас нет возможности. Территорию оградили. Может, чтобы не ходили люди туда. Как бы, ну, не благоустроена территория. И чтобы не было каких-то конфликтных ситуаций. Там травм или еще что-то. Ну, я сейчас посмотрю, что там внизу делается. Вдоль сетки. Может, можно пройти как-то. Вроде тропин какая-то есть. Тут, наверное, люди ходили. Ну, хрен туда. Видите, сетка идет, 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 идет. Вот остатки еще. Материалов, трассы какие-то. Мне как туда пройти. Я не знаю. Иду вот пока. Вот такая там местность. Всех знает. Как туда пролезть. Не знаю. Короче, друзья, идет эта сетка. Сотни метров туда. Нету смысла лазить понад ней. Все равно, как бы, вниз спуститься нет возможности. Нет, друзья, оградили все туда, в сторону, в которую я шел. Дальше тоже идет вот такой сетчатый забор, сетчатое ограждение. И попасть вниз нет возможности. Видимо, озагородили. Огородили, чтобы не ходили туда люди, которые стоят на паркинге. Потому что из-за этого, возможно, мусор здесь скапливается. Видите, люди же тоже свиньи есть. И гамстрийцы, наверное, решили, как бы, природную территорию оградить. Да, вот там, вот слышно, работают болгарки. В общем, ограждают. Чтобы не засоряли, не делали мусорку с этого, с этой природной, так сказать, территории уже. Ну, короче, такое. Не получится погулять по австрийским красотам природным. Могу только любоваться ими вот с паркинга. Все. Вокруг горы красиво, а пройти в горы не как. Там проходит автобан, там невозможно пройти. Там очень интенсивное движение, отбойники высокие. Короче, перелазить там, как обезьяна, не собираюсь. Вот такое. В общем, ладно. Не получилось. Вот еще раз вам панорама. За паркингом. Такие горы красиво и видно. Вот. И вот там вот, внизу, это ущелье, в которое я не смог спуститься. И там протекает речка. Ну, поскольку прохода нет. Но нет, как говорится, и суда нет. Ладно, друзья. Всем добра. Всем пока.